Знаешь, что здесь прикольно, когда мне говорят, сегодня холодно, я говорю, а ты же в России, что я ожидал? На Красной площади есть медведи, вот, в Мексике, я не шучу. Ну, и у нас есть очень такая сложная тема, но это правда, это бюрократство в России. Бюрократство, да. Ты знаешь, что я заметил, как люди говорят с людьми, это меня очень сильно удивило. Это отношение в России с водой, это творится в стране, в Мексике это очень опасно, мне кажется, я бы не пускал. Нет, вообще никак. Тебе не кажется, что русские такие суеверные? То, что мне очень нравится в России, это все вообще вовремя, абсолютно транспорт. Я удивился, когда я был первый раз в Санкт-Петербурге, у меня было написано, что поезд уедет в 9.36. Да, такие четкие времена. И именно в это время поезд начался двигаться. Да, отправление поезда очень... Я на самом деле, как, наверное, вы знаете, латиноамериканцы, я лично страдаю с пунктуальностью. Я не знаю, как контролировать свое время, чтобы... Я, конечно, стараюсь не опаздывать, и очень сильно здесь в России мне помогло. Но раньше было вообще другая история. Другая история, да. Да, но это круто, ребята. Как бы настолько вот эта пунктуальность, это транспорт, что это невероятно и круто. И ты на самом деле можешь полагаться на транспорт здесь. Ты очень аккуратно дашь метро, ты можешь считать правильно твое время. То есть сколько тебе ехать с одного места на другое. Это на самом деле очень хорошо, потому что это значит, что ты уважаешь время других, да? Так что... Это правда. А ты знаешь, у нас тоже интересно, да, когда есть праздник, и русские знают, что ты латиноамериканец, они тебе говорят, типа, час раньше, леса два часа, потому что... И что ты успеешь. Да, потому что они знают, что ты будешь опоздать, и даже есть такое, как латинское время. Ребята, мы сейчас... Очень много людей. Ты знаешь, допустим, если у тебя есть праздник в Мексике, а тебя приглашают в шест, а ты приходишь в шест ровно... Никого нет. Никого нет, и ты понимаешь, что это будет неудобно, потому что, может, еще не готовый, ты будешь помочь, убирать. Поэтому лучше прийти два часа спустя, и ты понимаешь, что уже вечеринка есть. Это висит, на самом деле. Мне не нравится так. Да, а ты вовремя приходишь? Я вообще люблю быть вовремя, но, конечно, представляю, как считатель города Мехико, иногда такая пробка невероятная, вот. Но я всегда люблю и предпочитаю вид саранее. Мне важно, что тебе надо ждать. Да, это правильно, это правильно. Но, к сожалению, не все так думают. То, что могу сказать, что меня очень сильно удивило, это отношение в России с водой. Ну, понятно, здесь есть Байкал, поэтому они очень не так сильно переживают, как в других странах. Но я очень удивился, что в каждом доме есть ванная. То есть они могут принимать ванную. А ты знаешь, что в Мексике, чтобы принимать, и как Европа, ванну, ты должен быть очень богатый, потому что вода дорогая. Это для богатых. И тем более, я жил, ну, очень много лет в квартире, где есть ванны. Я вообще, наверное, один раз или два раза в году ванну принимал. Потому что чуть-чуть не было мой день рождения. На Новый год? На Новый год, и все. Как-то мы не привыкли. И мне жалко, не знаю, видеть, сколько воды тратится. И даже помнишь, что, допустим, начинают мыть посуду. И ты думаешь, ой, сейчас отходят. И так, пока это все, вода идет. Да, это тоже, по-моему, культурно. У нас там, к сожалению, в Мексике много районов, особенно в Мехико, где воды вообще обычно нет. Слава богу, вы это еще не испытывали. Да. Это не круто. Тебе не кажется, что русские такие суеверные люди? Да, есть такое. Есть несколько анекдот. Кстати, я, например, когда здесь учился, у меня был преподаватель. И она, ну, чуть-чуть старая была. И я однажды там писал какой-то рассказ, я не помню, какой-то текст. И я начал известить. И она сразу, корхе, не делай так. Потому что денег не будет. Да, это так. И тоже, запустим, если сумку оставляешь на полу. Мы, кажется, тоже так в Мексике. Да. Я совместен чаще, да. И тоже мне очень нравится, если ты женщина и сидишь на краю стола, это значит, что мужа не будет. Ага. И сколько дней вещей, поэтому нет, ребята, пожалуйста. Если поставишь вот эту тетрадь под подушкой, это значит, что у тебя будут успехи в экзамене. Наверное, узнали после. Наверное, это немного суеверный, но мне кажется, очень красивая традиция, что когда в России есть поездка, они должны пересесть перед поездкой, чтобы было успешно, мягкая посадка. Но это мне нравится, я представляю. Да, 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 это нравится. Такой момент, как типа давай набираем силы и вперед. Особенно это круто, когда у тебя очень длинная поездка. Это как-то, да, но это прикольно. Это мне нравится. Да. Честно, я сейчас делаю тоже. Ну, ты еще, скажешь, ты вообще типа русский. То, что мне очень нравится в России, это что банки работают до восьми, могут работать еще в воскресенье и субботу. Ага. В Мексике они обычно работают до четырех. Четырех. И это как-то типа, это для кого не работают банки, потому что нормальные люди только заканчивают после шести. Ага. А здесь, ради бога, может в восемь и банк открыт. Это круто. Это очень круто. Ребята, хочу вам напомнить, что я учитель испанского, так что если вы хотите сниматься со мной, пожалуйста, пишите. Я подберу самый подходящий метод и вариант для вас. Ну, и у нас есть очень такая сложная тема, но это правда. Это бюрократия в России. Бюрократия, да. Да, иногда кажется, как будто все еще в Советский Союз и столько бумага. Ребята, вы не представляете, когда я поступал в университет, когда ты не знаешь русский язык, тебе просят типа, и сделай этот документ, и этот документ. А потом тебе нужна печать, на печати, которая значит, что первый печать правильнее, и подпись от человека, который подпись. И у вас есть одна бумага, и три печати, четыре подписьа. А потом бывает, что это один человек пошел, ушел, в отпуск. И ты просто не можешь совершать какая-то процедура, если один человек отсутствует. Это, ребята, это... Это время теряешь вообще. Да, это ужас на самом деле. Настолько важно, что все это пишут от руки иногда даже, да? Ну, я понимаю, что сейчас гораздо проще, что есть цифровая форма, да. Я понимаю, что это меняется, но тем не менее я как-то... жил это, и, конечно, это очень сложно, когда ты не говоришь по-русски. Да, вообще делать все такие процедуры, когда русский не знаешь, ты просто хочешь умирать. Да, мне сейчас мы открыли случайно очень интересный вопрос. Вообще, как ты живешь в России без... Без русского? Это... Ты думаешь как? Насколько тебе удобно? Нет, я думаю, у тебя не будет хорошего времени, если ты русский не знаешь. Почему? Потому что здесь... Я говорю про Москву. Я не знаю, вы в Санкт-Петербурге, но в Москве вообще ты должен говорить по-русски. Должен. Ты знаешь, что я заметил, как люди говорят с детьми? Это меня очень сильно удивило, что, вроде бы, может быть маленький ребенок, я знаю, трехлетный, и с ним разговаривают, как будто он уже взрослый человек. Типа, что я тебе говорил, что я тебе сказал, видеть себя хорошо. Ты знаешь, у нас такие, ой, да, как тысячи-пуси, вот этот, не знаю, так ласковый. У нас такой глагол, чекер, но я не... Да-да-да, ты поговори как надо. Наверное, это будет как баловать. Балуют очень сильно Мексики детям. Отношения к детям здесь как-то более строгие, это твоя обязанность, ты это должен. И не так сильно балуют, как в Мексике. Мне кажется, тоже дети, в каком-то степени, здесь более несовыщенные. Да. Я понимаю, что тоже это может быть связано с безопасностью, потому что в России ты можешь найти люди, маленькие дети, уже которые катаются в метро, без присмотра, без родителей, на самом деле. Да, без родителей. Это, конечно, круто, что это творится в стране. Мне кажется, это очень опасно, мне кажется, я бы не пускал. Нет, вообще никак. Да, это вообще, такого не бывает. Но еще, ребята, еще у нас другая тема, которая очень-очень интересная. здесь в России все люди, либо почти все люди поют чай. Поют? Пьют. Пьют чай? Я-я-я-я. Спасибо. Спасибо. Ребята, мы должны признаться, что это как-то не очень обычно, что мы ходим кучу тольпе на русском языке. Конечно, иногда смотрят, типа, что, они про нас говорят, что ли? что здесь в России почти все люди пьют чай так часто, каждый день, на самом деле. И... Несколько часов. И много раз. И много раз. Ага. А... ты можешь пойти в ресторан и типа, ой, сидите, у нас нет чая. Чая. И... ты знаешь, я до сих пор не могу привыкать к чаю. И это на самом деле так сложно, потому что, представляешь, приходишь в гости к русским, чай будешь? Нет, спасибо. Как он может отказаться? Более-менее, как у нас в Мексике. Да. Во-первых, ребята, вы когда пьете чай, это просто кипятком. То есть, я думаю, что... Это было так смешно, потому что я с друзьями поехал в Маракеш, и там, типа, был такой шоу, как будто, а-ля человек пьет кипящую воду, из какой-то там была чайник. И ему это... Кому ты удивляешь? В России это все могут. Они прям просто кипятек, кипятки, и сразу. Только у меня такой вопрос. Ты представляешь свою жизнь в России без паспорта? Ой, нет. Ты правда? Нет. Ты без паспорта, это ты просто никто. У тебя могут быть разные удостоверения, но все равно они работают. Если повезло, может, но вообще не хорошая идея, мы вообще не советуем. Для самых элементарных вещей всегда нужна паспорт. Да. Хочешь поменять всю инфу? Не знаю, мне кажется, в Мексике у нас есть очень много разные удостоверения, которые ты можешь показать, и этого достаточно. Потому что у нас какая ситуация? На самом деле в паспорте там у нас есть виза, все это, и поэтому мы очень боимся как-то все время гулять с паспортом. Конечно, в России есть два паспорта, которые очень удивительные. И поэтому у вас есть ограниченный паспорт, и внутренний. А у нас только сограниченный паспорт. У нас только сограниченный паспорт. И поэтому мы на самом деле могу сказать, что мы страдаем от всего, что всегда нужно паспорт, и потом, если что-то нужно дать паспорт, то есть, допустим, если ты подаешь на визу, ты оставляешь без паспорта, ты ничего не можешь делать, пока у тебя не вернут паспорт. До того, что ты приехал в Россию, какие стереотипы мы чаще всего слышим о русских? Честно говоря, я тогда думал, что русские вообще очень серьезные. Вообще... Я думаю, немножко. Да, немножко. Но я имею в виду, что вообще, как сказать, типа грубее, грубее, и пьяные, да, и как всегда есть такие стереотипы, что целый день пьют водку, и вот, валалайка, да? Да, 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 медведи. Да, меня на самом... И грязала лайк. Меня на самом деле от нашей спросили, это правильно ли, что там на Красной площади есть медведи? Вот, в Мексике. Я не шучу. Правда? Да. Хочу поговорить по поводу улипку. Ага. Что люди здесь не улипаются. Ну, я хочу сказать, что это частично правда, а частично нет. Ага. Я понял, что мы мексиканцы и латиномериканцы нам очень легко улипаться. Улипаться, да. Даже, как сказать, мы можем даже улипнуться врагами, врагами, да? Да, да, да. Мне показалось, что в России это более естественно, более натурально. То есть, если ты будешь улипнуться, это потому, что ты правда чувствуешь. От души. От души, да. То есть, это не фейковый смайл, улыбку. А еще у меня есть такое ощущение, и ты, наверное, согласен со мной, то, что в начале, когда ты не знаешь какого-то русского, наверное, в начале они будут, типа, вот, типа, 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 серьезнее, типа, недрежнее. Но через некоторое время, наверное, они чуть-чуть начинают открываться себя, типа. Как сказать, мне кажется, для латиноамериканцев нас гораздо проще дружить, что ты сразу эй, друг, все это. Но я могу сказать, что когда человек тебя приглашает домой, русский, значит, что все, мы уже друзья. И ты знаешь, что мне очень понравилось, привычка в России, что они, когда приходят в гости, они никогда не приходят с ними руками. Это мне очень нравится. Я могу сказать, ну, мы как-то щедрые, но мне кажется, в этом плане русские более щедрые, чем мы. Чем в Латинской Америке, да? Да. Да, ребята, на улице холодно, как бы, знаете. А, ты знаешь, что здесь прикольно, когда мне говорят, сегодня холодно, я говорю, а ты же в России, что ожидал? Что будет тепло, как в России, что будет полный. Поэтому, я никогда не расстроюсь, когда в России холодно, потому что это Россия. Это Россия? Это еще Россия. Так и должно быть. Это Россия детка. Намасте. Намасте. Гуляем, правда, Москва, это шикарный город, потрясающий, богатый, говорят, дорого-богато. Мы очень любим. Мучас грязи, amigo. Мучас грязи, ате, amigo. это тьемпо, за удаленное время. И я, ребята, надеюсь, что вам понравилось. Павликите, ваш любимый преподаватель по испанскому языку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова